Продолжение следует... 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 И интеллектуальные нарушения, которые тоже сопровождают расстройство аутистического спектра. Ну и вы знаете, что 2 апреля отмечается, сложно сказать, что это отмечается, но во всяком случае 2 апреля признан всемирным днем распространение информации об аутизме. Почему возникла такая необходимость в этой информации? Это увеличение количества людей с аутистическими расстройствами и различные мифы, из которых прежде всего вредит очень серьезно этой категории людей. Это миф о том, что это неизлечимо, невозможно развитие ребенка и это приговор. Ну естественно, что любой приговор сразу же ввергает многих людей в панику и в отстраненность и нежелание родителей дальше заниматься этим ребенком. То есть еще большее выключение этого человека из общей жизни. Вот эта схема очень хорошо на данный момент показывает те основные причины биологические, медицинские, которые могут вызывать те или иные расстройства аутистического спектра. Внимательно ее, пожалуйста, изучите самостоятельно, здесь нет ничего сложного, но мы должны с вами понимать, что здесь и семейное воспитание, и биологические, генетические, в частности, факторы. И естественно, что все проблемы, которые связаны с окружающей средой, в том числе и с общением с близкими и незнакомыми, малознакомыми людьми, что является основной причиной. Ну и первые симптомы, которые мы видим у человека, в частности, у ребенка, потому что, в общем-то, расстройство аутистического спектра, детский аутизм, он проявляется именно в детском возрасте, поэтому называется детский аутизм. И естественно, что первые симптомы должны насторожить близких людей уже, когда ребенок маленький, потому что иногда приводят детей с явным уже диагнозом расстройства аутистического спектра, когда ребенку уже и 4, и 5, и 6 лет, то есть ребенок не говорящий. К сожалению, это бывает. И естественно, что мы с вами будем говорить о сенситивных периодах, то есть те периоды, которые могли говорить о том, что это действительно аутистический спектр, а не особенности развития, не особенности, прежде всего, связанные с каким-то другим заболеванием, а не органическим поражением головного мозга. Это может быть и ребенок с соматическим тяжелым заболеванием, это может быть проблема воспитания, это, ну, вы знаете, что родители, часть родителей сейчас практически не разговаривает со своими детьми, и ребенок не испытывает той же потребности, чтобы использовать речь как коммуникацию. Ну и вот смотрите, не смотрят в глаза близким людям. Если ребенка позвать, то если даже он будет реагировать на ваш голос, на ваше обращение, он как бы проплывают его глаза мимо вашего лица. Не улыбается в ответ на улыбки окружающих. С какого возраста ребенок реагирует на улыбки окружающих? Ну вот, внучке два с половиной месяца, она улыбается, то есть мы в этом плане уже спокойно, она смотрит на нас очень внимательно, улыбается в ответ, откликается уже на свое имя, как ни странно, рановато немножко, смотрит внимательно на игрушки, показывает пальчиком, еще, конечно, рано это, но пытается уже каким-то образом схватить эту игрушку. Ребенок с аутистическим расстройством не делает этого. И, естественно, что если ребенок до года уже мама может показать жестом на какую-то игрушку, и ребенок, естественно, на нее среагирует. Маленький ребенок и до года в том числе что любит? Чтоб его ласкали, чтоб его обнимали, и при этом очень бурно на это реагирует. Этот ребенок уже с раннего возраста не реагирует на то, что его обнимают, поглаживают, он просто не проявляет этих эмоций. Как ребенок обычно это делает? Начинает пищать, начинает улыбаться, начинает активно двигаться и так далее. Ну и просится на руки ребенок достаточно тоже рано, каким образом, или криктением, или пищанием, или ультразвуком, а чуть попозже начинает ручки протягивать. Вот эти симптомы мама должна знать, потому что чем раньше будет проведена диагностика, тем, естественно, перспективы на развитие ребенка, даже в случае установления диагноза, будут зависеть от грамотности специалистов и желания родителей и близких людей. Ну и вот смотрите, вот как раз я выделила первые симптомы до года, на что мы должны обратить внимание. Мы должны с вами знать четко, что показательными для диагностирования расстройств аутистических аспектов должны быть три показателя в наличии. Это отсутствие стремления к социальному взаимодействию. У ребенка до года социальное взаимодействие это что? Это руки, это объятия, это поцелуй, это игрушки, это проявление активно эмоциональное к сближению к близким. То есть социальное взаимодействие это открывание рта, когда мама ложку ребенку к рту подносит и много-многое другое. Нетипичное или проблемное общение ребенка со взрослыми детьми. Очень часто дети до трех лет вообще не реагируют на сверстников. Их как будто бы нет. И если сверстники подходят к такому ребенку, почему мама запирает этого ребенка дома? Почему она не показывает? Почему она не общается? Когда я задаю, почему вы не гуляете? Потому что на нас очень странно смотрят и родители стараются своих детей взять за руку и отвезти. Потому что действительно этот ребенок производит впечатление агрессивного ребенка. Почему? Ну потому что он обнажен, когда мы его вывели в другую непривычную для него среду, а это ребенок в домике, он в своем домике чувствует себя очень комфортно. Но как только мы из этого домика его вывели хотя бы на несколько шагов, то естественно, что у него возникает страх. А страх это всегда раздражительная агрессия. Он начинает кричать. Он кричит от страха, а окружающие люди воспринимают это как агрессию именно против конкретного ребенка, около которого стоит этот малыш. Ограниченность круга интересов и стереотипность действий. На что обратить нужно внимание до трехлетнего возраста? Естественно, это отсутствие вопросов. Этот ребенок вопросы не задает. У него, сейчас вот дальше мы с вами посмотрим, какие же там возникают именно проблемы в связи с этим, стереотипность действий, что это такое. Но что делает ребенок? Сегодня у него этот кубик машинка, завтра у него этот кубик поезд. За третий день кубик именно строительный материал. Поэтому, естественно, что вот эти ограничения круга интересов, они бросаются в глаза. Вот от года до трех лет. И вот смотрите, вот здесь уже период именно формирования игровой деятельности, манипулятивной прежде всего. И иногда мы не замечаем, что это не манипуляция с предметом, а именно стереотипность вот этих движений, определенных действий каких-то. Ребенок начинает уже производить впечатление замкнутого ребенка. Очень часто у него какой-то предмет, с которым он, кстати, может общаться с окружающими людьми, но это бывает не так часто и только при легких формах расстройства аутистического спектра. Но дело в том, что этот предмет у ребенка забрать очень сложно. Я помню, когда мне вообще первые мои практики привели ребенка с ранним детским аутизмом, к сожалению, это синдром Каннера, ранней Сонечки, которая развивалась до двух лет очень правильно, очень хорошо. Но бабушка, врач, она все время замечала, что что-то не то. Она говорит, я не могла объяснить, что не то. Вроде бы она начала разговаривать, она была очень общительной девочкой. А потом начался вот этот распад, вот это аутистическое слабоумие быстро очень стало нарастать. И когда ее привели ко мне, ей было около четырех лет, и попытались снять курточку, любимую курточку, потому что одеть во что-то новое – целая проблема. Это был такой крик, что у меня, я на втором этаже, в большом достаточно здании, прибежала охрана с первого этажа, что случилось. То есть ребенок реагирует очень эмоционально, когда у него этот предмет пытаются забрать. И вот здесь стереотипность действий. Вот смотрите, мы сегодня говорим в большей степени о дифференциальной диагностике. Вот, например, длительное листание книги. Что это такое? И как мы с вами отвечим? Потому что, например, моя дочь училась вместе со мной в медицинском институте, и был огромный том такой, была оперативная хирургия Литмана, огромная-огромная, почти три тысячи страниц, объема А3, тяжеленная, невероятная, и ничего там интересного не было. Черно-белые рисунки и этапность проведения той или иной операции. Но как ребенок обычный, если ему эта книга интересует, интересует обычный ребенок, он смотрит ее с интересом. Он рассматривает картинки, и только потом, когда он рассмотрит эти картинки, он перелистывает. Так вот, моя дочь, если ей этого Литмана положить можно было на диван, и на час, в принципе, двухлетний ребенок занят был полностью. Чем же отличается листание книги у ребенка с расстройствами аутистического спектра? Перелистывание. Просто перелистывание. Он перелистывает. Когда Сонечка пришла ко мне на консультацию, у меня огромное количество карандашей, фломастеров, потому что я арт-терапевт, и естественно, что она просто друг за дружкой, очень ровненько, педантично, раскладывала фломастеры, причем ни по цвету, ни еще по каким-то признакам. Просто вот она доставала и клала рядом. Когда мы попытались убрать, мы получили ту же эмоциональную реакцию утрозвуковую, и я попросила бабушку с мамой оставить ребенка в покое, потому что, в принципе, на тот час, пока мы разговаривали с родственниками, ребенок был занят. Но вот именно упорядочение в определенную систему она их выравнивала сначала фломастеры, потом карандаши по длине. Это может быть по размеру, по цвету. То есть ребенок может часами сидеть и заниматься этим. Эти дети любят одиночество, если таковое возможно. То есть они даже могут закрыться в комнате, для них это оптимальный вариант. Вот для таких деток очень хорошо в коррекционном плане, в плане развития, дать ему возможность, потому что мы должны снизить вот эту эмоциональную реакцию на новшество какие-то. Это домики, различные домики, которых сейчас очень много, для того, чтобы ребенок там прятался. Потому что когда он чувствует защищенность, потому что я еще раз говорю, это ребенок в домике, как только он выходит, все его чувства, ощущения, эмоции обнажаются. То есть он становится практически обнаженным. Естественно, что реакция будет очень болезненна для этого малыша. И вот когда он в этом домике спрятавшись, можно проводить какие-то занятия, вот именно по развитию в большей степени. Следующее, это не совсем правильная двигательная активность. Он вроде бы, ну вроде бы как нормально, но эти подпрыгивания носят затяжной характер. Они какие-то не очень понятные. То есть ребенок стоит, стоит, потом попрадет 10 раз, останавливается. То есть ритуал какой-то определенный. Этот ритуал может быть не связанный с какими-то действиями дальнейшими, а может быть связанный, например, если у ребенка сформировался какой-то санитарно-гигиенический навык, то для того, чтобы начать, вот привозили мне тоже на консультацию ребенка, очень похожего на имеющего расстройство аутистического спектра, но все-таки это было немножко другое. И вот у него очень был интересный ритуал. Он подпрыгивал перед тем, как чистить дикт. Ну, родители были уверены, что расстройство аутистического спектра, но там было немножко другое, там было манипулирование в большей степени, невротическое расстройство, которое достаточно легко скорректировалось. И главное, естественно, что от года до 3 сенситивный период по формированию речи. То есть формируется речь, как, то есть ребенок начинает говорить словами, понятными уже, какие-то действия определяют эти слова, какие-то эмоции. И до 3-летнего возраста мы получаем уже говорящего ребенка, то есть ребенка, который уже составляет короткие предложения. А часть детей может выражать свои мысли, может кратко составить рассказ, описывающий те или иные интересные для него события. Ну, во времени, вы знаете, вчера мы пойдем, завтра мы были. Но это не суть важна. Самое главное, речь формируется. Ну, и эти дети производят впечатление эрегматичных таких детей. Но в большей степени, конечно, когда мы будем с вами говорить об этом, это все-таки в большей степени замкнутость. Ну, и вот диагностика. Вот вы здесь вопросы пошли уже по диагностике. Инструментальные методы, прежде всего, электроэнцефалограмма. Да, в определенных исследованиях есть какие-то определенные различия. Именно на электроэнцефалограмме это асимметрия ритмов, это определенные какие-то расстройства срединных структур. Но четких таких диагностических определенных показателей не выявляется. Но все-таки как причина это органическое поражение головного мозга. И в этом случае мы можем выявить в том числе и эпилептические какие-то признаки. Но вот на магниторезонансной томографии мозга могут выявиться как раз признаки органического поражения головного мозга у этих детей, что будет непрямым, но тем не менее косвенным признаком, серьезным косвенным признаком для расстройства аутистического спектра. Ну и различные изучения, прежде всего доклерографические изучения сосудов головного мозга, что тоже будет показывать как раз органическое поражение. Дело в том, что решение о том, имеет этот ребенок или не имеет расстройство именно аутистического спектра, а не какое-то другое, не уточненное или относящееся к другой мозологической единице, естественно, что необходима консультация очень многих специалистов. От аллерголога, окулиста, потому что ребенок, у которого, например, глухота врожденная или приобретенная в раннем детстве, он производит впечатление именно ребенка с аутистическими спектрами. Потому что сейчас почему произошла гипердиагностика и почему это привлекло такое внимание, потому что очень многие родители, с одной стороны, отрицают наличие этих расстройств, другая часть родителей категорически говорит о том, что ребенок болен, его надо лечить и не видеть того, что это проблема воспитания. Поэтому, естественно, что консультации невролога, окулиста, от аллерголога, они должны быть обязательно именно для исключения каких-либо других заболеваний. Обязательно консультация психиатра, потому что есть категория в детских психозах, которые будут, опять же, симптоматику частично давать расстройство аутистического спектра. И для исключения этих атипичных психозов детских, необходима, естественно, консультация и обследование детальное, иногда стационарное у психиатра. Обязательно логопедия, потому что, опять же, расстройство, отсутствие, в том числе, речи, это причин для этого достаточно много. Или это мутизм, врожденный уже тогда, когда ребенок не может формировать, то есть поражение веткилых центров. Или тогда, когда мутизм приобретен. То есть вот этому очень-очень расстройство построения, формирование словарного запаса построения, предложения. Этому тоже очень много объяснений. Дефектолог, так как одним из проявлений, внешних проявлений и, соответственно, внутренних, является интеллектуальное расстройство, обязательно, опять же, дефектолог. Потому что дети со слабоумием, то есть с интеллектуальными расстройствами, они тоже могут проявлять вот эти симптомы. Ну и обязательно психолог для определения перспектив развития ребенка, то есть в соответствии уровня развития на данный момент актуального, зону актуального развития и построение зоны ближайшего развития именно психологическом и обязательно в личностном развитии ребенка. Потому что личность формироваться начинает изначально. Конечно, это решение должно быть комиссионным. Обследование занимает иногда достаточно длительное время. И почему я все время настаиваю на своих вебинарах о том, что обязательно должна быть диагностика именно причины, потому что любая причина устраняется своими собственными индивидуальными методами. И для каждого ребенка программа коррекции и программа развития будет отдельно, потому что здесь мы не рассматриваем симптомы в совокупности. Мы выставили этот диагноз, а теперь мы должны искать те симптомы, которые являются для конкретного ребенка ведущими. И те симптомы, которые мы можем использовать для пользы ребенка, то есть для развития его. Причины и факторы риска расстройства аутистического спектра это наследственная предрасположенность. И мне довелось наблюдать братьев-близнецов в течение 9 лет с синдромом Аспергера. И это было очень интересно в профессиональном плане. Два мальчика попали в поле зрения в школе малышок. Мама привела их в школу малышок именно. И почему-то попали они сразу ко мне на занятия. Я веду занимательную психологию. И естественно, что дети и я мы выдержали в течение 15 минут. Мама стояла в коридоре. Мне пришлось этих детей маме передать. И спросить у нее, как они корректируются, где они состоят на учете, есть ли у детей инвалидность и так далее. Потому что, естественно, что перспективы развития и обучения в общеобразовательной школе были под вопросом. Эти дети нигде не наблюдались. Что представляли собой эти мальчишки? У одного была пограничена между первой и второй группа. Это подальше, вы поймете, это более... Между четвертой и третьей это более легкие группы. У мальчика второго, младшего брата по рождению, у него были более тяжелые проявления. И в остальном, вот именно как братья-близнецы, они вели себя как братья-близнецы. Один был ведущим, другой был ведомым. Но если старший в школу, мы его сумели адаптировать в ближайшие два месяца, и он стал оставаться, конечно, процесс развития шел очень с большим трудом, то с младшего мы смогли в школе оставить на два урока первые дни, только в четвертой четверти. То есть ребенок не оставался категорически, визжал, кричал, отбивался и так далее. Ну, что интересно, во втором классе, они обучались в коррекционном классе седьмого вида, в школу старший практически не пропускал. Младший более болезнен был соматически и пропускал. Когда они были в школе вместе, старший постоянно опекал по-своему младшего брата. Но зависимость эмоциональная, именно страха у них была потрясающей. Если младшему что-то было непонятно, страшно, он хотел чего-то другого, старший реагировал точно так же. Хотя он до этого абсолютно был адаптирован. Они закончили 9 классов в школе. Здесь, конечно, нужно отдать должное учителям и одноклассникам, которые заботливо к этим мальчикам очень относились. Но они агрессию не проявляли. Вот только эмоционально была раздражительность, а агрессии эти мальчики не проявляли. Но, как видите, генетическая предрасположенность здесь четко. Наследственная предрасположенность – это наличие у родственников ближайших. Вот похожие черты были у папы. Мама заняла позицию отрицания. Единственное, мама, когда поняла, что дети не сдадут экзамены за 9 класс, только в этом случае она пошла на ПМПК и, соответственно, каким-то образом облегчила детям сдачу экзамена. Можно проследить практически у всех детей, какие во период беременности вынашивания, наличие у мамы каких-то определенных, тяжелых достаточно осложнений беременности, осложнений родов. Это, как правило, прежде всего, первичный токсикоз первой половины, токсикоз второй половины, особенно тогда, когда страдают почки и происходит повышение артериального давления, то есть гипоксическое состояние плода резко усиливается. Это наличие у мамы внутриутробных инфекций, это преждевременные роды по каким-либо любым причинам, то есть недоношенность, прежде всего глубокая недоношенность и маточные кровотечения в период беременности, в период родов, то есть все те состояния, которые приводят к глубокой гипоксии и прозвитию органического поражения головного мозга. Ну и некоторые заболевания, которые, например, носят хромосомный какой-то характер, это внутриутробное поражение цитомингаловирусной инфекции, это фенилкетонурия, это наличие эпилепсии. То есть, как видите, ничего такого сверхъестественного, что-то нового, все, что действительно поражает центральную нервную систему у ребенка внутриутробно. Формы психиатрии выделяют две формы, собственной отсталости и безумственной отсталости. К сожалению, по данным различных организаций, это выявлено то, что мальчики болеют, а по некоторым данным, в пять раз чаще, чем девочки. То есть, это, ну, мальтишеское такое заболевание. И вот как раз группы, какие группы выделяются. Ну, пишется группа, а правильно все-таки это степень выраженности. Но мы степень не можем сказать, потому что мы с вами рассматриваем целую группу расстройств, не какое-то одно заболевание, а целую группу расстройств. Ну, и первая группа, или самая тяжелая степень, это полевое поведение, то есть, как раз вот эти бесконечные стереотипии. Это мутизм, отсутствие речи полностью, отсутствие потребности в общении с окружающими людьми, в том числе и с близкими. Ни с мамой, ни с игрушкой, ни с котом, ни с собачкой. Нет. Отсутствие активного негативизма. То есть, этот ребенок очень часто напоминает вот такое растение, которое ни на что не реагирует. То есть, эмоциональных реакций нет. Аутостимуляция с использованием повторяющихся движений. Ну, это могут быть движения, покачивания, размахивания, какими-то руками, причмокивания и так далее. То есть, у каждого ребенка двигательные расстройства индивидуально. У них не формируются навыки самообслуживания. То есть, самообслуживание невозможно. Самым главным патопсихологическим синдромом, положительной симптоматика, это отрешенность. То есть, ребенок не существует в реальном мире. Он существует в каком-то своем мире. И, естественно, что мы не можем его растормошить, мы не можем его позвать и так далее, и так далее. Взяли, подняли, повели, посадили. В качестве основной цели лечения это установление контакта. Хотя, конечно, в этом случае контакт может быть минимальным на какого-то определенного взрослого человека или ребенка. И контакт этот будет действительно минимальным. Просто он в лучшем случае может подать ручку и за ручку куда-то взрослым может его отвезти. кормить этого ребенка необходимо взрослому человеку. Очень редко формируются навыки самостоятельного питания. Он может написать штанишки, он может сходить по большому, он не замечает, что у него что-то вывалилось из ротика, он не замечает, что он стал грязным и так далее. То есть, это дети очень тяжелые. Вторая группа. Здесь уже есть выбор формы поведения какой-то определенной. То есть, что-то он проявляет уже, что-то он сам выбирает как форму постоянного поведения. Но это стремление к неизменности. То есть, все должно быть по местам, все должно лежать в его доступном, в его поле зрения, в доступности. И он сам должен этот порядок сделать. Как только мы что-то изменяем в этом порядке, случайно, намеренно, этого делать нельзя, потому что, как правило, это будет проявляться в очень эмоциональной реакции, выраженной активный негативизм, риск, размахивание руками, топание ногами. Это может быть агрессия в отношении окружающих людей или аутоагрессия. То есть, ребенок начинает себя царапать, ребенок бьется головой об стенку, кусает себя очень сильно, стучит, если у него в руке какой-то предмет, он может себя очень сильно этим предметом поранить. То есть, здесь окружающим, близким людям, к сожалению, есть категория родителей, которые отрицают наличие болезни у ребенка и начинают наказывать ребенка, что может привести к очень серьезным физическим нарушениям, повреждениям. В привычной среде, если все для него узнаваемо, ребенок способен к определению, к определенному спектру бытовых каких-то навыков, самовслуживания, медианических навыков, но при условии многократного повторения, именно тогда, когда привычная вокруг ребенка среда. Сформировать навыки в непривычной среде практически невозможно. Для этого необходимо очень длительное время, для того, чтобы среда, в которую помещают ребенка для выработки каких-то определенных навыков, становится для ребенка приличной. Но по моим наблюдениям, когда я работала с детьми, с этой, с другой группой, необходимо, ну, как минимум, от полугода до года приходить регулярно не менее двух раз в неделю в кабинет, в котором мы пытались формировать какие-то определенные, формировали определенные навыки, но не менее. Следующая вещь, это эхо-валея, то есть повторение. Вы говорите слово, он повторяет за вами. Это в лучшем случае. В более сложных случаях это тогда, когда он какие-то определенные фразы проговаривает многократно. Ребенок, вот здесь, если там отрешенность полная, здесь реальность не существует. То есть, вот почему я все время возвращаюсь к определению. Ребенок в домике, и реальность для него существует в домике, в его домике, эмоциональном, то есть в привычной среде. Все, что выходит, для него не существует. И если мы его помещаем в какую-то непривычную среду, или он отрешается полностью, или он проявляет эмоциональную реакцию в негативизме, агрессии или аутоагрессии. Здесь необходим эмоциональный, больше контакта. Если вот в первом случае мы не сможем с вами эмоциональный контакт, то здесь эти дети очень болезненно воспринимают притрагивание к ним. И вот эмоционально показывать им эмоциональную реакцию свою необходимо каждый раз встречаясь с ним, проявляя это. Лиза, здравствуй! Вот Лиза ко мне, вот как раз вторая группа у нее была. Реакции вначале были очень сложные, но через полгода она стала позволять до себя дотрагиваться. Через год, первый раз, мне удалось ее обнять без эмоциональных, негативных реакций. Понимаете, вот в чем развитие. И она, когда они, ну они ходили ко мне два года, и потом во времени они не успевали, и когда они пришли где-то через, больше чем через полгода снова, я была уверена, что она забыла. Нет, ничего подобного. Она ушла в игровую комнату, большая игровая комната, и там бассейн с шариками. И когда мы с мамой долго достаточно разговаривали, потому что накопились у нее какие-то вопросы, и я слышала тишину в игровой комнате, я говорю, ты знаешь, мне кажется, что она спит. И когда мы зашли, Лиза в этом бассейне спала, то есть ребенок вспомнил вот эту комфортную для себя игровую обстановку, она залезла в это, а сначала, через бассейн, она залезла где-то через полгода после того, как она ко мне ходила. То есть для нее это было новшество, и она сначала стала подходить поближе, потом рассматривала подолгу, потом она стала трогать эти шарики, потом вместе с мамой они залезли. И вот через полгода, когда она ко мне не ходила, эта обстановка была ею принято. Следующая, третья группа, это более сложное поведение, если но сохраняются вот эти стереотипы, стереотипные интересы, они могут быть более сложными, но все равно они будут повторяющимися. Но есть уже способность к диалогу, то есть мы можем без резких эмоциональных негативных реакций со стороны ребенка переставить, например, кубики местами. Мы можем начать с ним разговаривать в тот период, когда он что-то занимается какой-то своей игрой. Ну, игрой это сложно, конечно, достаточно еще назвать. То есть он может, если доступна речь, то он может ответить эмоционально прежде всего или жестово на наше вторжение. Он стремится к успешности, но только там, где он действительно уже повторял несколько раз. Обычный ребенок, если ему что-то не дается, он будет делать снова. Ребенок с аутистическим расстройством, он будет все-таки реагировать негативно. И опять необходимо очень длительное время, это уже к вопросу коррекции развития. Здесь не медикаменты, не что-то другое, здесь время. И как бы повторяя стереотипы ребенка, мы начинаем формировать диалог только в этом случае. А для этого необходимо время, ни день, ни два, ни одно занятие, ни два, десятки месяцы, годы. То есть здесь именно от того, как мы повторяем вот эту обстановку, делаем ее стереотипной для этого ребенка, постепенно расширяя эти стереотипы, именно формируя их под интересы ребенка. Вот что самое главное для коррекции, как принцип коррекционной работы. Ну и здесь уже есть представление о реальных впечатлениях, о реальном мире. То есть этого ребенка можно привезти на площадку, где он будет наблюдать за детьми, но не включаться в их деятельность. Ему можно, например, в парк аттракционов, и он выберет какой-то аттракцион уже, качели, карусели, и будет качаться, кататься на этих каруселях. Но чтобы следующий аттракцион стал ему интересен, опять же, мы должны были многократно прийти, и он многократно будет привыкать к этому аттракциону для того, чтобы попробовать его. Замещение, то есть он замещает какие-то привычные для здоровых детей действия какими-то своими стереотипными определенными действиями. Следующее. В качестве лечения это уже обучение диалогу. То есть мы вот так постепенно, постепенно. Почему постепенность? Потому что объем внимания ребенка и объем вот этого эмоционального опыта, он очень маленький. И расширяет ребенок это прежде всего со страхом. То есть вы не забывайте, что это не противодействие вам, именно как противодействие, что бывает, например, у трехлетнего ребенка. Активный негативизм связан с «я сам». «Я сам». «Я делаю это сам». Здесь нет. Здесь на первое место эмоция страха. Он болится. Он обнажен. Он воспринимает это все очень болезненно. Здесь естественно, что мы можем уже говорить о логических функциях мышления, то есть формировать представление. «Я». Ну и здесь уже что можно, что нельзя. Долго, да, но бросать ни в коем случае нельзя. Терять надежду на то, что этот навык станет навыком, ни в коем случае нельзя. И четвертая группа это произвольное поведение формируется у этих детей, но характеризует их именно быстрая утомляемость, как физическая, так эмоциональная, так и интеллектуальная. То есть сложно достаточно этим детям концентрироваться на каких-то объектах действий, особенно на действия, ну, силу органического поражения центральной нервной системы. Они испытывают, ну, пишут во многих страдания, да, им неприятно очень концентрировать внимание, то есть он концентрировал легко внимание на том, что ему интересно. У этой группы детей уже есть свои интересы, интересы приближающиеся к интересам здоровых детей, но переисключать внимание, вот опять же любознательность, да, мы детей в возрасте до трех лет любознательность, они очень любознательность, а что это, а кто это, а потрогать, и обязательно нужно действительно потрогать, понюхать, погладить и так далее. То есть здесь нет, здесь опять необходимо время для того, чтобы эта игрушка, эта игра стала привычным для ребенка. Выполнять инструкции, ну, именно воспринимать инструкции как инструкцию, исследовать ей, это свойственно все-таки детям более старшего возраста, младшей школьной в частности возраст, детям маленьким это достаточно сложно. они, ну, вот как раз вот эта заинтересованность на чем-то, на дно, это воспринимается некоторыми людьми и как гениальность. Нет, не может быть среди этих детей гениальных детей. Мы должны понять, что, да, может быть математические какие-то, но дело в том, что социальным ребенок это не будет. Почему? Ну, потому что для того, чтобы применять свои какие-то знания, какие-то свои открытия для практики, это нужно поделиться этим. Эти дети, к сожалению, даже с четвертой группой в более легкой степени не могут, то есть они не сравнивают свою работу с работой других детей, они рады своему успеху сами, они не проецируют этот успех в реальную среду. Ну, и они очень остаются ранены именно эмоционально, чувственно, потому что они обнажены. Так, ну, и типичные симптомы это социальные контакты, время у нас уже, к сожалению, заканчивается, это расстройство речевой функции, это раздражительность, это сенсорные нарушения и эмоциональная холодность и негибкое мышление. Возможное осложнение в дальнейшем, когда мы диагностируем эти расстройства и не занимаемся коррекцией, не занимаемся лечением, вот вопрос задали, лечится ли расстройство аутистического спектра медикаментозного, оно не лечится, но мы используем медикаментозные схемы невролога, психиатра, мы корректируем прежде мы корректируем определенные нарушения со стороны, ну, например, это может быть прежде всего гипоксическое состояние, продолжающееся, это может быть эпилептический припад при наличии, то есть обязательно, обязательно необходимо лечение. Так вот, если мы не делаем, не развиваем психологически ребенка, мы получаем, что проблемы возникают с обучением с начальной школы, и, соответственно, ребенок не в состоянии получить образование в полном объеме, но это естественная профориентация и так далее, и так далее. Во взрослой жизни очень сложно таким людям создавать семью, но я наблюдала вот опять же одного из мальчиков, у которого у папы проявление четвертое легкое, у мальчиков вторая была группа, ой, третья была группа, и там, конечно, отдать должное маме, которая их обоих держала в руках. Это возможно. Ну и формирование глубокой умственной осталось естественно, потому что невозможно. Здесь коррекция аутизма вот в такой схеме, что необходимо делать для развития, но я работаю 15 лет с детьми с аутизмом, в том числе воплотал для себя два принципа. Это несколько принципов. Это постепенность, не нужно создавать что-то глобальное, нужно минимальное. Вот объятие, когда Лиза позволила себя обнять, для меня было очень серьезным днем, потому что я поняла, что мы все делаем правильно. Следующий принцип это обязательность. во времени обязательно. И третий, а может быть и первый, это принятие родителями своего ребенка и обязательно обучение родителей общению с собственным ребенком. Но принятие стоит на первом месте, потому что очень часто я не беру тяжелые третью, четвертую группу, первую, вторую группу, а вот при третьей, четвертой группе там возможно общение с мамой. Это у вас будет, то есть вы сможете посмотреть. Ну и Павелич попросил меня немного по курсу арт-терапии. Арт-терапия это личный опыт и этот личный опыт мне очень хотелось бы как передать так в том числе и научить вас формировать вот тот принцип, который когда вы прочитаете по курсам презентации вот эту формулу, которую я выработала, я чувствую, я вижу, я понимаю, я слышу, я понимаю, я постараюсь передать вам. Причем рассчитаны это на многие категории от просто людей, которые заинтересованы в том числе своим развитием и коррекцией каких-то нарушений у себя лично или у своих детей, у своих близких и на специалистов. Я думаю, что форма будет достаточно для вас приемлема, я постараюсь это сделать, но и мы будем с теми, кто действительно специалисты, мы еще с вами будем формировать определенные навыки, чтобы вы эти методы могли использовать в своей работе. Сейчас я посмотрю вопросы. Так, могут ли ребенка снять инвалидность по данному заболеванию? отказываются, да, могут, потому что одним из условий это обязательно лечение в течение года хотя бы один раз, поэтому обязательно стационарное лечение, не надо его бояться. Да, обследование, проведение сосудистой терапии, противоотечной и так далее, это необходимо. Презентация для скачивания, да, она будет доступна. Уважаемые профессионалы, спасибо. Дело в том, что мои данные есть здесь и, пожалуйста, задавайте вопросы, на почту отправляйте, если я смогу вам чем-то помочь, это город Уфа особенно, пожалуйста, обращайтесь за помощью, с удовольствием помогу. Дошкольность Жанна Олеговна поступила ребенок с расстройством, посоветуйте авторов и методики, по которым работать с таким. Я могу в данной ситуации, методики вы не используете, не сможете использоваться, тем более дошкаленка. Наблюдение, ежедневное наблюдение, ваше, сбор данных по наблюдениям педагога-воспитателя, по наблюдениям нянечки, по наблюдениям родителей, то есть собирайте пока анамнез, методики я вам не могу рекомендовать, потому что их, к сожалению, нет. Сколько детей может находиться в группе и как долго. По Конституции, по всем законам ребенок может находиться с ОВЗ столько, сколько ему необходимо. То есть так же, как обычные дети. Другое дело, здесь время коррекции развития на педагоге и на педагоге-психологе, но здесь необходимо. Ребенок с расстройством очно, с тьютором, методики для психологического сопровождения, неразвита логика. Это Ирина Николаевна, используйте, ну, я в таких случаях использовала методики те, на которые ребенок хорошо реагирует, даже если эти методики рассчитаны на более младший возраст, попробуйте, используйте, потому что иногда действительно это очень хорошо. Но здесь опять же наблюдение, наблюдение, установление, прежде всего контакта, чем больше будет, чем четко будет установлен контакт, естественно, что будет логика абстрактная, символическая мышление, вот и берите методики более младшего возраста, но не пытайтесь повторно использовать, если вы видите четко, что ребенок негативно относится к этим, а позитивно к каким-то другим. Если нужно помочь диагностику, стандартные тесты не подходят, не подходят, стандартных тестов для детей с аутизмом нет, здесь нужно индивидуально подбирать для ребенка. Так, в первом классе ребенок обучение домашнее, как правильно построить с ним работу. Дело в том, что здесь вы берете программный материал, но здесь необходимо коллекционно развивающее занятие с психологом, или мама будет приводить ребенка, или если ребенок вообще не может выходить из дома, то возможно, что психолог будет ходить, но лучше естественно социализация, то есть ребенок приходит в школу на занятия к психологу. Хотелось бы узнать литературу, работать с такими детьми. Здесь нет музыкального руководителя, здесь опять же нет каких-то специализированных изданий, которые вы можете использовать. Что называется интуитивно, интуитивно, интуитивно ребенок, интуитивно в бы. Так, и ребенок первой группы находится в второй группе, ему 8 лет, находится полдня, понимание речи также нет, серьезно органическое поражение кормить себя не дает. Но здесь нужно все-таки объяснить, постараться маме, что создавая негативную обстановку, неприемлемую обстановку для этого ребенка, она делает ребенку только хуже. поэтому возможно изменения в станоке, то есть он приходит и мама с ним рядом находится, если есть контакт с мамой, если нет, надо смотреть этого ребенка, может быть, он действительно не сможет посещать вашу группу. Я могу за все извиняюсь. Но это стереотипи, Светлана Викторовна, это стереотипи ребенка, но если вы имеете в виду, что есть расстройство аутистического спектра, если вы просто спрашиваете, что она извиняется, то есть нет расстройства, то здесь нужно смотреть, это чувство вины, личностные какие-то изменения. Смотреть нужно ребенка консультировать обязательно психологом. Толкает всех их знакомых, хочет внимания консультации, нет вообще. И 7 лет ребенку тоже толкает всех своих близких. Здесь нужно смотреть ребенка, потому что недостаточно для того, чтобы сказать. Бегает вокруг предметов развития по возрасту, плохо засыпает. Ну вот вы предлагаете, но здесь я не вижу данных за расстройство атистического спектра. Здесь скорее всего нужно смотреть, какую подростку можно оказывать 17-летнему. Опять диагноз, девочки, диагноз на основе какой программы нет, не существует. Вы создаете индивидуальную программу. Здесь только индивидуальная программа для таких детей. Каких-то специализированных нет. она же не ругайте на меня, пожалуйста. Ну, смотреть нужно Светлана Викторовна, эту девочку, узнавать, что за извинения, почему она извиняется, исследования личности и так далее. если расстройства аутистического спектра нет, то это другой вопрос уже совершенно. Спасибо за внимание. Надеюсь, что если вас заинтересовали этот вопрос, то, пожалуйста, делайте заявки, потому что, конечно, информация в один вебинар не укладывается. Приглашаю вас на курсы арт-терапевтические методы. Продолжение следует...